Печать документов завершили еще несколько дней назад. Производство бюллетеней шло 48 часов в круглосуточном режиме. Ежеминутно за работой станков и наладчиков наблюдали полицейские, члены избиркомы края, а также доверенные лица кандидатов. В типографии объясняют, напечатать листы для голосования несложно. Гораздо больше времени и труда уходит на то, чтобы пересчитать их, отобрать бракованные и уничтожить. Сверяли, кстати, число бюллетеней больше трех раз. Ошибка может повлиять на судьбу целого региона. Они запечатываются все полностью, а потом, значит, после печати отсортировываются какие-то бракованные бюллетени. Потому что существуют какие-то там марашки или еще что-нибудь. Например, бюллетень, который идет через КАИБ, он просто отбросится его, поэтому это было исключительно. 1 миллион 962 тысячи 500 бюллетеней. Сегодня под роспись были приняты лично председателем Краевого избиркома. Из них 72 тысячи рассчитаны на подсчет не человеком, а КАИБами, машинами для подсчетов документов. Каждый лист защищен тангирной сеткой, и все они не отличаются друг от друга даже под пристальным оком увеличительной лупы. Бракованные листы, а такими могут считаться бюллетени даже на миллиметр, отличающиеся от шаблона, сегодня же уничтожили специальными машинами. Правила голосования для ставропольцев не изменятся. Они просты, однако на каждом избирательном участке будут присутствовать люди, которые подскажут, как именно обращаться с документом. Также в каждой кабине для голосования будет присутствовать соответствующая памятка. Необходимо будет поставить любой знак напротив одного из кандидатов. Если будет стоять два или более знаков напротив кандидатов, этот бюллетень будет считаться недействительным. Если не будет ни одного знака проставлено напротив кандидатов, этот бюллетень также будет считаться недействительным. То есть один знак напротив одного из кандидатов. Уже в воскресенье после перерыва в 14 лет ставропольцы наконец-таки смогут сделать свой вклад в будущее края. До 12 сентября бюллетени будут доставлены во все избирательные участки Ставрополья.